Всем большой привет! Меня зовут Танюшка и добро пожаловать на этот YouTube-канал. Здесь я рассказываю про спорт, про велоспорт, про крутые путешествия и многое другое. В сегодняшнем ролике я подготовила для вас интересную тему и надеюсь она вам понравится, потому что данный ролик я искала год назад, когда начала заниматься триатлоном и, к сожалению, ничего не нашла на просторах интернета. Так что я надеюсь, это видео вам понравится. Обязательно потом ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на этот YouTube-канал и мы начинаем. Итак, по названию ролика вы, наверное, поняли, что сегодня я буду рассказывать вам базовые вещи, которые нужны триатлонисту. Этот ролик я разделю на три части. Первый у нас будет плавание, велоэтап и закончим бегом. В принципе, эти дисциплины в такой последовательности идут всегда в соревнованиях. Для тренировок по плаванию вам потребуются три вещи. Первая – это ваша шапочка, чтобы она плотно прилегала к вашим ушкам и не затапливала ваши уши, иначе потом будут ужасные проблемы. Далее – это купальник, либо плавательные шорты или плавки. Выбирайте, пожалуйста, одежду так, чтобы она сидела плотно, но не перетягивала вас, как колбасу. Третья самая важная часть – это плавательные очки. Я рекомендую вам купить одну пару очков, либо максимум две. Какие? С зеркалкой, либо с монохромным эффектом. Что это такое? Я сейчас быстро поясню. Зеркальные очки дают хорошую видимость как в бассейне, так и на улице, но они отзеркаливают, отражают солнечные лучи света. Это очень помогает плавать в открытой воде, потому что если вы будете просто плыть, и вам яркое солнце будет фигачить в глаза, естественно, вам будет больно. И вы сможете просто банально потерять ориентир, потому что у вас в глазах будет помутнение. И то же самое касается монохромных очков, как они работают. В бассейне при обычном свете они слегка затемняются, а при ярком свете у них линза становится темного цвета. Также еще для плавательного этапа на открытой воде, если разрешены гидрокостюмы, вам нужно будет приобрести гидрокостюм. Выбирайте его, пожалуйста, таким образом, чтобы он плотно к вам прилегал. Когда вы его надеваете на себя, его необходимо будет продуть большим количеством воздуха, и далее он должен на вас подсесть. Все с ним достаточно просто. Его нельзя сушить на открытом солнце, ни в коем случае. Мы его не сушим в скомканном виде, а сушим только горизонтально, в темном, но сухом месте. Когда вы его складываете, мы его аккуратно складываем и выбираем тоже в темное место. Если вы это не сделаете, то, к сожалению, потом он может растрескаться, разойтись. Будьте, пожалуйста, аккуратны. И мы его не моем никакими мылечными средствами, просто обычной водой проточной. Что касается следующего этапа, это велоэтап. Здесь достаточно интереснее. Почему? Потому что мы начинаем в первую очередь с нашего велосипеда. Выбираем его обязательно под наш рост. Есть некоторая шкала выбора велосипеда. И таким образом вы можете соединить параметры своего роста, веса и параметры рамы велосипедной для себя. Выбирайте, пожалуйста, его так, чтобы ваша душа лежала к нему. Иначе просто ваши тренировки будут не приносить столько удовольствия, сколько могут приносить. Дальше это обязательно защита нашего головного мозга черепа. Мы покупаем себе шлем для того, чтобы кататься на открытом воздухе, если вы будете кататься на открытом воздухе. Обязательно защищаем нашу голову. Шлем должен плотно прилегать, но не перетягивать нашу головушку. Пожалуйста, выбирайте его, исходя из ваших интересов и бюджета. Далее это велоформа. Для триатлонистов есть два выбора. Вы покупаете себе бибы и джерси. Бибы это штанишки. Джерси это такая кофточка, которая оснащена некоторыми карманами, чтобы туда можно было положить телефон, всякие печеньки, банан. Ваши бибы это велоштанишки, это такие специальные штаны, в которых есть поролоновая прокладка для того, чтобы вы себе ничего не натерли, не стерли, и у вас потом не было никаких проблем и дискомфорта. Вторая важная деталь, которая вам нужна, это три-сьют. Что это такое? Это слитный костюмчик, который подходит для плавания, для велика и для бега. В нем комфортно плыть, ехать и бежать. Это три-сьют. Далее это педали и ваши туфли, велотуфли. Что это такое? Обычно триатлонисты и велосипедисты используют контактную обувь. Что это такое? Это ваша туфля, которая застегивается специально в паз, и ваша ножка прикреплена к вашей педали. И вы можете крутить намного лучше, быстрее. Как происходит процесс? Вы сначала давите педаль, а потом ее притягиваете на себя. Я еще рекомендую купить себе специальные стельки или пойти в мастерскую, где вам сделают персональные стельки для ваших велотуфлей. Для того, чтобы вы равномерно распределяли нагрузку и ваша ступня потом не перегружалась, а имела какую-то некоторую поддержку в этой части стопы. Следующий будет беговой этап. Тут намного все проще. Почему? Потому что вам нужны просто удобные шорты, либо лосины, либо леггинсы, и удобная футболка. Я рекомендую вам выбирать футболку из синтетики, так как она не впитывает пот. И когда вы бежите 5, 10, 20, 40 километров, ваш пот не будет вам мешать и не будет впитываться в одежду. Тем самым не будет доставлять никакого дискомфорта. Для велоэтапа и для бегового этапа я всегда использую очки, которые отражают солнце, чтобы мои глаза не напрягались и не уставали. Что касается кроссовок, обязательно, то же самое, кстати, как и велотуфли, выбирайте их на один, а лучше полтора размера больше, чем ваша ступня. Почему? Потому что когда вы делаете какую-то определенную работу на протяжении полутора, двух, трех, пяти часов, ваша ступня, ваша нога имеет свойство отекать. То есть она приливает, кровь приливает к этому месту, естественно, она отекает. И чтобы у вас не было пережатия в этой части, мы покупаем обувь, которая побольше, чем наша нога. И таким образом наши пальчики будут спокойно всегда находиться в состоянии релакса. Еще важная штука, которая вам нужна, если вы решили заниматься триатлоном, это ваши часики. Я люблю свои часы, просто очень. У меня часы от фирмы Garmin. Что они могут? Во-первых, вы эти часы носите на протяжении недели, двух, трех недель, пока они не зарядятся. То есть их надо заряжать, специальная зарядка где-то раз в неделю, раз в две, раз в три недели. У некоторых месяцев вообще держится зарядка. Это классно. Что они делают? Они чувствуют ваше сердцебиение, в состоянии покоя и стресса, показывают ваши фазы сна, восстановились ли вы сегодня или нет. Ну вот на этом все. С вами была Танюшка. Обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал. Скоро будет много интересных видео. Обязательно ставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на мой Telegram канал. Там я иногда выкладываю кое-что интересное, а еще разыгрываю призы. С вами была Танюшка. Всем пока-пока.